Долги управляющих компаний Чебоксар перед ресурсоснабжающими организациями в октябре достигли 907 миллионов рублей. За год эта сумма увеличилась более чем на 100 миллионов. В том, почему так происходит и как снизить долги, сегодня разбирались в городской администрации. За круглым столом собрались депутаты Чебоксарского городского собрания, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Практически все управляющие компании задолжали поставщикам воды, тепла и электричества. Более 650 миллионов должны за тепло и горячую воду. Эти услуги предоставляют Чебоксарцам Т-Плюс и коммунальные технологии. Фредди ложников управляющие компании Сфера, Ниди, Текстильщик, Хлапсарская, Альфа, Пик-1 и другие. Поставщики ресурсов отмечают, что многие компании не перечисляют средства жителей сразу и тем самым наращивают долг. Представители же управляющих компаний приводят свои доводы. Не все чебоксарцы платят вовремя и в полном объеме. Есть некая неразбериха в оплате при разнице в температурах. Мы понимаем прекрасно, что 100% населения деньги не сдает, но нам бы не хотелось, чтобы те деньги, которые с населения они собрали, увели куда-то в сторону. То есть мы говорим о том, что собрав население деньги за ресурсы, они должны также потом перераспределить их по ресурсоснабжающим организациям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!